Самый грандиозный и масштабный музей футбола в Украине и СНГ, один из крупнейших в мире Европе, будет открыт уже в эту субботу, 10 сентября, в 9 часов утра на маршала Жукова. Территория комплекса составляет 1200 квадратных метров. Это три огромных зала. В одном из них представлена вся история детского футбола по годам. Во втором зале более 5000 экспонатов и более 2000 шарфов. И в третьем зале целая библиотека футбола. Накануне открытия в музее футбола состоялось освещение, которое провел отец Андрей Кирлик. Это место очень важное. Я и говорил и в прошлый раз, когда я здесь пребывал, еще до того, как произошел этот пожар. И когда мы закладывали сюда камень и освещали тоже это место. Я и тогда об этом говорил, что это очень важно, потому что без прошлого не может быть будущего. И подрастающему поколению это очень важно знать, кто был у истоков футбола в Одессе, кто прославлял город своими трудами, не думал о каких-то личных рекордах и амбициях, а играл и жил ради того, чтобы люди узнавали, какой прекрасный город, как Одесса. Поэтому, когда сейчас, наоборот, все в мире направлено на финансовое благополучие, люди уже забывают такие вот исторические моменты. Дети во многом уже не помнят тех людей, которые играли 5 лет назад в Черноморце, а что говорить уже о более больших сроках. Поэтому, конечно, дело очень важное. И я нахожусь под таким большим впечатлением. Потому что я видел это до пожара. И когда Михаил открывал каждый раз дверь передо мной, я все более и более удивлялся. Потому что я думал, ну вот сейчас мы откроем дверь, и вот увидел я один зал. И так про себя подумал, вот уже, конечно, нет того колорита, нет этого камина в виде меча. Ну, все такое стало более просторное, более похоже на музей. А потом, затем, когда открылась вторая дверь, я был впечатлен. Потому что все это, оказывается, сохранилось. И такая по-домашнему уютная обстановка, где хочется пребывать, действительно узнавать, листать, ворать в руки эти книги, газеты, переворачивать и знакомиться с историей одесского футбола. Поэтому очень такое дело важное, нужное. И видно, что Божие благословения пребывают здесь, потому что проделать такой огромный труд за такое короткое время, вот можно лишь только с Божьей помощью и благословением. Что можете пожелать от клуба болельщиков футбола и Мануилу Ганеву в будущем для процветания музея футбола? Ну, я думаю, что музей будет процветать, потому что огромное количество детей занимается футболом. И если поставить правильно работу с тренерским коллективом различных школ, то, конечно же, сюда будут приходить постоянно и курсы. И если ребенка привлечь к тому, что он играет не только ради себя, а и ради города, и ради тех людей, которые уже вложили свою, можно сказать, жизнь в прославление и футбольного клуба, и города, вот я думаю, что, конечно же, дети и сами уже без тренеров будут сюда приходить и ознакомливаться, и более глубже изучать историю того или иного футболиста, который им понравился, может быть, они за ним когда-то следили или вот познакомятся с историей и захотят более глубже вот о нем узнать, они, конечно же, будут сюда приходить. Как удалось собрать силы и энергию для того, чтобы все это восстановить? Потому что после такой утраты музей размером в 400 квадратных метров удалось сделать в три раза больше и еще круче, скажем так. Как ваше счастье? Вы знаете, все-таки футбол – это коллективная игра, и болельщик он один не может быть. Поэтому люди после того, что случилось, поддержали, и были различные мероприятия, поэтому и со стороны тех же фанатов, ультрасов, будем так называть, были различные акции. Люди поддерживали, то есть начали приносить различные экспозиции в поддержку того, чтобы давайте восстановим все то, что было. Мы это не откладывали, долгий ящик, и начали сразу строительство. Временем, конечно, войны немножко где-то какие-то эпизоды мы притормозили, но сегодня мы уже открываем двери, и те экспозиции, которые собрались за три года, честное слово, я не ожидал, что люди с такой душой, трепетом к этому отнесутся, и столько будут приносить экспозиции, личных вещей, потому что здесь собрана в этом музее частица жизни людей. И люди приносят действительно дорогие им вещи, личного пользования, именные свои там вещи, которые дороги были, дорогие им, и приносят для того, чтобы показать, потому что дома смотрит только один он, либо его гости, а здесь будут видеть весь город, все, футбольная страна, которая здесь будет приходить. И много, допустим, я могу отметить, что человек пришел, попросил еще разрешения разместить его коллекцию. Мотов Игорь Николаевич принес в клуб 384 футболки с плеч футболистов. То есть я о такой коллекции пока не задумывался, что можно собрать такую коллекцию, потому что мое хобби – это шарфики, а у человека хобби – это футболки. И человек просто принес и говорит, давайте разместим, и чем оно у меня дома будет пылиться, либо в ящиках сложено. И он пришел с женой, принесли шесть мешков, мы их разместили в той композиции, в которой он это видел и он это хотел. И такие много коллекционеров, коллекционеры значки приносили, мы им давали возможность самим это расставлять в той композиции, в которой они хотят. Литературу, конечно, люди просто приносят, вытряхивают чемоданы, гаражи, какие-то кладовки. То есть у каждого по-разному оно хранилось, но люди приносят и говорят, чем вам помочь еще, что собрать, что нужно. И очень много внимания уделяет, мы говорим, что нужно, где какие-то пробелы есть. Люди с удовольствием приносят экспозиции и пополняют то, что наше дело, которое мы задумали сделать. Какие элементы с прошлого музея удалось, скажем так, восстановить и сохранить в том виде, в котором они... Ну, вы знаете, наверное, каждый человек как-то себя планирует и делает. И одна из тех, допустим, вещей, которая, чтобы не затрагивала душу и не трепетала, что было, я этот зал сделал все так, как было раньше. И те вещи, которые я придумывал, которые я делал, и людям они были дороги, например, тот же камин, я восстановил точно в первозданном виде эту композицию, в которой она стоялась. И могу сказать, что тогда молодые наши еще учились скульпторы, делали эту композицию бутсы, копию Соленко, золотая бутса. И сегодня они после, когда узнали, что мы восстанавливаем все, ребята уже молодые работники, пришли и говорят, вы дайте материал, а мы все сделаем бесплатно. Мы таким методом несем свою лепту в создание музея. И таких моментов очень много. Кто-то приходил и просто предлагал услуги, приходил, шпаклевал стены. Кто-то приходил, помогал уже расставлять. То есть очень много таких людей просто приходили и помогали для того, чтобы это восстановить. А вот о экскурсиях и встречах с ветеранами, которые будут проходить? Да, мы уже много работали и приглашали ветеранов. И у нас была эта мысль, и ветераны это поддержали. То есть они нам будут помогать в проведении экскурсии. Ветераны с трепетом к этому относятся и говорят спасибо за доверие. Мы наоборот, нас это будет радовать. И вы знаете, опять же, наша цель не давать человеку потухнуть в себе, потому что он жив. И те моменты футбольные, которые были, он живет. И они сегодня приносят те вещи, какие-то вырезки из газет о нем, которые написаны. Они дорогие ему, и он их читает по несколько раз, может быть, в году. Но он этим живет. И сегодня, создавая этот клуб, он с трепетом и наоборот волнением говорит спасибо, что вы мне доверяете, что вы приглашаете, что вы даете нам возможность еще дальше жить. И какой-то эпизод времени улыбаться и жить тем же футболом той жизни, которую он провел в свою молодость.